Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. В понедельник, так уж по старинке, сложилось день тяжелый. Сегодня я постараюсь недолго забивать вам голову, но, учитывая, что пятница у нас была крайне интересная торговая сессия, думаю, что нужно все-таки обязательно потратить определенное время, чтобы проанализировать ситуацию, чтобы понять, с чем мы в итоге работали на заключительных торгах пятидневки прошлой и что у нас, собственно, впереди. Сразу хочется отметить, что текущая неделя далеко не такая интересная на фундамент, как прошлая, но, опять же, есть уже опыт, который мы накопили, опыт в связи с тем, что такие недели, облегченные на события, на важную статистику, они зачастую оборачиваются даже еще более интересными движениями, нежели чем движения, которые могли бы базироваться на каких-то отчетах и на каком-то информационном фоне. Поэтому очень много произошло в прошлую, собственно, пятидневку. Вполне возможно, что резонанс и остаточный эффект поведенческой такой реакции. Кто-то может опомниться сейчас, кто-то, может быть, даже с большими деньгами и спровоцировать те движения, которые изначально недооцениваются и не рассматриваются в качестве наиболее вероятных. Традиционно давайте пробежимся по основным активам, на которые мы делаем ставку каждый день, разбирая то, что с ними происходит за одну полноценную торговую сессию. Начнем с нефтянки, которая сейчас явно радует тех трейдеров, которые не перевернулись в продажном, скажем, позиционировании, не отказались от прежних длинных позиций и считают то, что их сохранение может принести куда больше профита. Сейчас, опять же, в надеждах, с которыми рынок живет в преддверии встречи 30 ноября, встречи, когда нефтедобывающие регионы, участники ОПЕК+, будут снова обсуждать действия энергетического факта, его эффект влияния на глобальное предложение спроса на рынке черного золота, и также вернуться к вопросу потенциально нового согласования таких же новых мер, направленных на более оскорую ребалансировку. Я явно не отношу себя к чрезмерным оптимистам, которые считают, что у нефти еще более безоблачное будущее, нежели чем все котировки, которые мы наблюдаем сейчас. Я больше разделяю позицию целесообразности все-таки нахождения наиболее оптимальных уровней и точек для таких же долгосрочных продаж, потому что сам ОПЕК себя уже неоднократно дискредитировал в плане того, что никаких важных решений, собственно, не следует. Я напоминаю то, что еще на прошлой неделе вот так случайно вскользь проскочил комментарий о том, что 30 ноября участники пакта не будут обсуждать радикальные действия, такие как увеличение объема по сокращению нефтедобычи. Максимум – это продление срока действия. Но рынок уже, на мой взгляд, дисконтировал эту стоимость даже не только на квартал за пределом марта 2018 года, а вплоть до окончания 2018 года. Поэтому как-то особо взбудоражить чрезмерную волатильность, особенно в пользу покупателей, я думаю, что это событие не сможет. Хотя я могу, конечно же, заблуждаться, это мое субъективное мнение. Ну, я стараюсь быть все большим реалистом в плане оценки вот этого функционного уфона, особенно для тех активов, которые относятся к категории сырьевых активов, чье будущее и текущие цены, ценовая действительность полностью опираются на вот эти классические показатели спроса и предложения. В то же время, друзья, если вернуться к закрытию прошлой пятницы, то здесь нужно констатировать, что выигрыши оказались покупатели, потому что мы снова переписали максимум больше, чем за два года. По бренду это максимум даже уже за два с половиной года. WTI тоже уже, по сути, наверстал эти показатели. Ну, не то чтобы исторические, но многолетние рекорды. И нужно отдать им должное. Клосс по бренду 62.09 сейчас актив торгуется на отметке 62.25. И в то же время оценка новостного уфона, который сложился в пятницу, позволяет нам сейчас говорить о том, что не только вот эти оптимистичные ожидания потенциального продления соглашению по снижению добычи оказало наибольшее разгоняющее влияние на котировки. Я думаю, что локальный эффект максимальный, учитывая рост, был связан с комментариями блогеров о том, что в Нигерии ряд вооруженных повстанческих группировок, по сути, забыли о действии перемирия, которое было актуально чуть больше месяца. И возобновление активных боевых действий, основа конфликтных ситуаций и столкновений представляет угрозу для стабильной работы местной нефтяной инфраструктуры. Ну, не мне вам объяснять, как такого рода события со стороны, собственно, указанных ближневосточных регионов оказывают самое прямое воздействие, собственно, на то, что происходит на рынке нефти и влияют на будущее котировки. Пока эти, собственно, события обсуждаются, пока они остаются в центре, внимание, трейдеры начинают дисконтировать риски. Это своего рода премия за риск потенциального дефицита, нехватки предложений или, по крайней мере, сокращений тех поставок, которые идут со стороны данных регионов. Еще один момент, конечно же, был связан с статистикой, которая у нас традиционно замыкает каждую неделю. Это отчеты по количеству нефтяных терминалов Baker Hughes. Я был крайне удивлен, видите, снижение количества платформ сразу на 8 штук, со 737 до 729. Соответственно, если буквально за день до выхода этого отчета к пятницу, мы с вами говорили о том, что опасения со стороны трейдеров того, что высокие цены на нефть могут стать стимулом для роста сланцевой активности в США. Мы видели, как в связи с этим котировки испытывали давление еще в ходе торговой сессии среды, даже несмотря на статистику, которая по запасам могла бы спровоцировать еще больше роста. Но когда вышел отчет Baker Hughes, указавший на то, что сланцевая активность на самом деле не растет, с учетом прошлой, получается, даже позапрошлой недели снизилась, вот эти рыночные опасения стали уже менее актуальными. И все вспомнили о том, что Саудовская Аравия активно призывала, в том числе и Соединенные Штаты Америки, разделить с ними обязательства и ответственность за текущую ситуацию на рынке нефти, и как минимум, если уж не участвуя в сделке ОПЕК, то не сильно наращивая производство. Я, друзья, думаю, что таких выводов точно делать не стоит. США, это и текущая ситуация по количеству терминалов и сокращениях, не следствие того, что американские производители думают о будущих котировок нефти, и не хотят снижать эффективность сделки ОПЕК. Конечно же, нет. Единственная причина, она, может быть, даже не совсем понятна. Я не хочу ее искать, потому что я уверен, что снижение количества недельных терминалов – это исключительно временное явление, потому что не видеть с роста сланцевой активности с учетом текущих цен на WTI – это был бы нонсенс и парадокс. Я думаю, что количество терминалов будет расти, как ни крути, до конца этого года, и мы снова доберемся с вами до показателей в 750 штук. Поэтому ни в коем случае не забывайте про главный риск, который присутствует на рынке. Это риск того, что резкое влечение добычи в США будет оказывать снова ухудшающее воздействие на настроение, связанное с эффективностью всех усилий ОПЕК по восстановлению баланса, по снижению мировых запасов нефти и желанию привести их к среднему значению, которое мы наблюдали за последние пять лет. То есть, резюмируя, что я хотел сказать, я по-прежнему очень вижу много негативного для рынка черного золота именно в высоких показателях нефтедобычи в США. И то, что мы не увидели их в статистике за прошлую неделю, это не сигнал того, что мы не увидим это дальше. Поэтому, друзья, вам нужно сейчас для себя точно уже определить, какой категории трейдеров вы относитесь покупателям, которые ждут более-менее важных решений на встрече 30 ноября, решений, которые смогут способствовать дальнейшему росту котировок нефти, либо вы относите себя к категории продавцов, понимающих, что важных договоренностей не будет и фокус внимания в конечном счете все равно будет переведен на снижение эффективности всех усилий за счет роста нефтедобычи в Ливии, в Нингерии и в Соединенных Штатах Америки. Я отношу себя к категории трейдеров, делающих ставку на снижение. Поэтому советую тем трейдерам, которые разделяют такую же позицию, уже рассматривать этот актив с точки зрения продаж. Можете использовать технику для того, чтобы найти более подходящий уровень для таких стратегических сэлов. Думаю, что шансы на еще более глубокую коррекцию существенного застута по мере возвращения. Все-таки бренда ниже 60 долларов за баррель. Рубль и без нефтянки у нас девальвируется. 58,85 текущие актуальные котировки на премаркете. Допускаю то, что давление на рубль, ну пусть и несущественное, монотонное, сохранится. Я все-таки вижу больше негативных последствий для рубля в том случае, если цены на нефть развернутся. И текущие котировки 58,85 указывают на то, что достаточно нефти просесть на 3-5%, как мы тут же увидим пару выше 60. 60 – это как раз наша с вами ближайшая цель, которую мы планируем закрыть трейдинг рублем против доллара, возможно, даже раньше, чем окончание 2017 года. Доллар японская иена. Здесь стоит отметить максимальные уровни, которые мы наблюдали, можно сказать, за много последних месяцев. Это 114,73. Пока что не достигли мы планки в 115, не можем ее преодолеть, хотя количество фундаментальных оснований для сохранения интереса к двору в каждой неделе становится все больше и больше. Актуальные котировки 114,25, и здесь стоит отметить в качестве важных решений уже четверга и пятницы прошлой недели, это решение Трампа все-таки назначить на должность председателя ФРС, который сменит в первых числах февраля Джанет Йеллен Джерома Паула. И почему на этом фоне доллар не ослаб, а получил небольшое, небольшое, это важное, скажем так, замечание, потому что мощного импульса роста мы по доллару в связи с этими кадровыми перестановками не увидели. Почему доллар все-таки получил эту поддержку, это связано с тем, что никто не сомневается, что политика Паула будет политикой от преемственности. Он явный соратник Джанет Йеллен, если, опять же, обращаться к тем решениям, которые принимались лично им в плане голосования по поводу процентных ставок, он всегда вставал на сторону представителей более жесткой монетарной политики за редким исключением. И тоже ссылаясь на тот прогресс, который достигнут прежде всего на американском рынке труда и в виде риска потенциального перегрева экономики, если с решениями применить по ужесточению политики, допускал важность и отмечал необходимость вот этих действий, действий, которые направлены на дальнейшую нормализацию денежно-кредитного курса. Все это, друзья, нас приводит к все тому же, к ожиданию декабрьского повышения процентной ставки. Подогревают интерес к этому событию еще и куча сильных отчетов, их у нас было на прошлой неделе очень много, повторяться не буду, но отмечу лишь только те, которые мы с вами еще не обсуждали. Это отчеты пятницы, когда количество новых рабочих мест в месяц хозяйственного сектора выросло до 261 тысячи. Это чуть поменьше прогноза, но очень сильно контрастирует с значением позапрошлого месяца. Первоначальная оценка, как вы помните, была вовсе на отрицательной территории, как следствие ураганов Ирва и Харма. Количество новых рабочих мест снизилось на 33 тысячи. Но вот пересмотренные данные указывали все-таки на то, что последствия были не такими уж печальными, негативными. И этот отчет смог позапрошлого месяца удержаться на положительной территории просто на скромной цифре – 18 тысяч. Средняя зарплатная плата 2,4% против прошлого 2,8%. Здесь, конечно же, если и отмечать какой-то негатив по выходу этого блока статистики по рынку труда, да. То, что зарплаты просели – это тревожный звоночек. Но, опять же, это лишь один из множества отчетов, которые не ломают всю картину прогрессии этого сектора. И по одному отчету не нужно делать неправильных выводов о том, что рынок труда США затухает. Нет, он по-прежнему находится на подъеме. И то, что уровень безработицы у нас снизился в очередной раз с 4,2% до 4,1%. Это, между прочим, самый лучший результат, самый низкий показатель безработицы за последние 17 лет, с 2000 года, по сути. Это еще одно доказательство того, что нужно обязательно, необходимо даже опираться на вот эти сильные отчеты данного сектора, в том, чтобы убедить даже самых скептиков, сильных, ельяных, которые находятся на рынке, в том, что в декабре мы увидим еще один шаг по росту процентных ставок. И вдогонку АСМ в сфере услуг – это очень важный отчет, который, по сути, сигнализирует о состоянии всей экономики, потому что активность в сфере услуг для развитого рынка является одним из основных компонентов роста ВВП. 60,1% с 59,8% – очень далеко мы за территорией роста. Соответственно, нужно верить в то, что американская экономика в текущем квартале покажет очень хороший результат и закроет, по сути, 17-й год позже по экономическому росту чуть ли не на самом лучшем значении за последние 6-8 лет. Выросли также и производственные заказы. В связи с этим, интерес к доллару, безусловно, легко объяснить. Я думаю, что очень, скажем, быстро испортить настроение трейдера уже ничто не сможет в ближайшее время. Поэтому предлагаю, как и раньше, ставить на рост американца против иены и ждать все-таки вот этого заветного уровня 115. До него, тем более, остается все меньше и меньше. Фунт против доллара 1.3072. 2 фунта стал, пожалуй, самым главным разочарованием прошлой недели, потому что Банк Англии повысил процентную ставку на 25 байсных фунтов, при этом фунт обвалился больше, чем на 2 фигуры. Это парадоксальная реакция. Но нельзя сказать, что таких прецедентов никогда не было. Они были. Но я думаю, что прецедентов вкупе с решением и с крайне жесткой риторикой, которая была озвучена Банком Англии после этого решения с четким констатацией проблем, а также объяснением, почему Банк Англии, собственно, пошел на вот этот шаг к ужесточению монетарной политики. Я напоминаю то, что основная причина – это резкий рост инфляции, который существенно опережает динамику и рост заработных плат, и все это, в конечном счете, сказывается на экономическом росте региона. Я думаю, друзья, то, что в ближайшее время на рынок продолжат поступать слухи о том, что решение Банк Англии было по росту процентных ставок одним из многих, которые последуют дальше. То есть политика и вот эта тропа более высоких процентных ставок, она будет выдерживаться регулятором. Дальше мы будем готовиться к еще одному шагу по росту процентных ставок. В нем я фактически не сомневаюсь, учитывая то, что Банк Англии не смог разогнать курс фунта, как это должно было бы произойти, потому что если Банк Англии изначально преследовал цель повлиять на показатели инфляции, замедлить рост индекса потребительских цен, то это возможно сделать только посредством укрепления курса национальной валюты. При этом этого укрепления мы так и не увидели. Более того, фунт снова провалился к многонедельным минимумам, и сейчас тешит явно самолюбие тех трейдеров, которые продают этот актив и ждут против доллара фунт ниже. Метки 1.30. Несмотря на то, что прошлая неделя была крайне, скажем, неудовлетворительной по результатам торговли, я все равно считаю, что рынок, пусть и с некоторой запоздалой реакцией, но должен еще вытащить фунт. Поэтому в рамках текущей пятидневки я ставлю на прежний рост британца против доллара, как это было, собственно, и недели назад. Доллар-канадец. Кстати, те данные, которые мы анализировали по канадскому рынку труда, они, собственно, и стали причиной, по которой пара USDCAD отступила от локальных максимумов. Измене числа занятых 35,3 тысячи с 10 тысяч. Это рост больше, чем в три раза. Конечно же, такой позитив канадец должен был отыграть и, собственно, отыграл. Но был и компенсирующий фактор, он связан с тем, что уровень безработицы вырос все-таки до 6,3, до 6,2. Больше пока что канадцу опираться нету. Нету сильных отчетов, которые можно было бы снова бросить, вот скажем так, в топку идеи того, что канадский регулятор рассмотрит в ближайшем квартале еще одно решение по росту процентных ставок. Нет, этого не будет. Поэтому я, как и раньше, считаю, что USDCAD – это крайне интересная валютная пара для занятия долгосрочных длинных позиций. И вот сейчас мы торгуемся чуть выше отметки 1,2750. Я думаю, что цель в 1,30 даже выше до конца этого года – это более чем реальный ценовой ориентир. Дальше идем. Новозелайн спорта в долларах. В принципе, и австралийская валюта сегодня на азиатской сессии снижается. Снова мы начинаем смещаться к многомесячным минимумам. По Новозеландцу давление связано с выходом отчета, которым буквально несколько часов по инфляционным ожиданиям. Инфляционные ожидания снизились в квартальном выражении с 2,1% до 2%. И те, кто регулярно присутствует на брифингах, знают, какие выводы стоит делать из этого. Если снижается инфляция, значит, нету ни малейшего основания, чтобы данным площадкам Австралии и Новозеландии следовать за регуляторами США, за регуляторами Канады и Англии и тоже повышать процентные ставки. Для этих регионов важна сейчас мягкая экономическая политика, поэтому никаких изменений ставок и изменений риторики как минимум до конца этого года не последует. Поэтому, друзья, я предлагаю, как и раньше, продавать австралийца и новозеландца. По Новозеландцу мы, в принципе, выполнили нашу цель максимум, которую преследовали. По австралийцу есть еще возможность выжать чуть больше фигуры, и я думаю, что мы с вами это непременно сделаем. Цель по австралийцу все-таки закрепление ниже 0,76. Сейчас пара торгуется на отметке 0,76. Американский фондовый рынок пока что на подъеме, поддержал американскую фонду S&P, отсчеты и результаты компании Apple. В частности, в пятницу мы видели, как котировки яблочного гиганта прибавили больше 2,5%. Уже на рынке говорят о капитализации почти в 1 триллион долларов, результата которого не добивалась еще ни одна компания. Почему акции Apple растут? Ну и тут легко связать с анонсом новых гаджетов. В частности, продажи iPhone уже превысили крайне оптимистичные планы. Если прогноз по продаже значится на отметке в 46 миллионов, то уже фактические цифры 46,6. Тим Кук, который возглавляет, собственно, данную корпорацию, отметил то, что текущий предновогодний период будет самым лучшим в истории компании. И не нужно, опять же, сомневаться и полагать то, что Apple не сможет удовлетворить спрос каждого, кто нуждается в продукции в преддверии этих праздников, ну и, может быть, даже на более длительный период времени. Гаджетов хватит на всех, друзья. Я думаю, что действительно под конец этого года мы снова вернемся еще к обсуждению текущей ситуации, которая складывается по капитализации компании Apple. Для американского фондового рынка это, безусловно, хорошее подспорье для дальнейшего роста. Но вместе с тем, что, видя вот эти горизонты, еще одного, может быть, даже не одного, шанса переписать исторические максимумы, я не могу не напомнить вам о том, насколько высоко рынок США забрался уже сейчас без какой-либо малейшей коррекции. Поэтому, если на рынке появится идея о том, что все-таки пора бы уже уступить дорогу продавцам, может быть, на неположительный период времени, идея эта может быть основана на любом фундаменте, существенном либо несущественном, эта коррекция себя проявит. Поэтому те, кто торгует сейчас, покупая S&P и прочие активы американской фондовой секции, вы должны, как никто другой, сейчас активно работать с потенциальными стопами. Вы должны размещать их на тех уровнях, которые не станут критическими потерями для ваших депозитов, друзья. Завтра давайте вернемся, чтобы сегодня уже не перегибать палку с временным лимитом. Прошу прощения за то, что уже потратил очень много вашего времени. Завтра мы снова поговорим про биткоин, который в эти выходные, как вы знаете, обновил исторический максимум. Мы, судя по всему, действительно близок к реализации самых невероятных сценариев, которые озвучивались в начале 2017 года, о том, что этому активу покорится рубежей в 10 тысяч долларов. Почему бы не? Вот как раз завтра об этом и поговорим. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Не забывайте о том, что отсутствие статистики либо важных событий – это один и не предлог того, что торги будут вялыми. Движения могут быть внезапными, и это даже еще хуже, потому что по факту статистики мы хотя бы можем предположить, в какое время эти движения пойдут на рынке. Без конкретной хронологии по этим событиям серьезная владельность может произойти в любой момент времени. Будьте крайне внимательны, бдительны, не забывайте про классические правила риск-менеджмента и не забывайте, конечно же, про остопы, которые как инструменты всегда остаются в вашем торговом арсенале. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...